Плакатом времён Гражданской войны отводилась ведущая роль в борьбе с врагами молодой Советской Республики. Они доносили до населения идеи большевиков, призывали к мобилизации, уверяли в надёжной защите наших рубежей. Сто лет назад, в феврале 1917 года, в России произошла революция, изменившая ход нашей истории. Выставка посвящена этому замечательному празднику, 23 февраля, День защитников Отечества. Когда мы думали о том, что же показать в это время, конечно, единодушно пришли к тому, что лучше, чем плакат о наших вооружённых силах, ничто не расскажет. На выставке более 39 агитационных плакатов. Главной их ценностью в то время считалась лаконичность и выразительность графического языка. Важно было умение донести смысл, используя только изображение. А для этого нужны были чёткие художественные образы. Поэтому авторы плакатов заимствовали манеру подачи у народного лупка. Это особый вид графики, простое и понятное изображение с подписью. Плакаты представлены здесь разных художников. Это и Клуцис, это очень известные, все фамилии, которые назовут, известные художники того времени. Графики Клуцис, Долгоруков, Дени, творческое объединение Кукры Никсы. Глядя на эти плакаты, мы их постарались построить в фронологическом порядке, потому что они показывают, во-первых, чем жила армия в то время. И, конечно же, самое главное – это настроение, как оно менялось. Опытный крымский художник Анатолий Шорохов признался, что создание такого полотна требует больших усилий. Вы знаете, с плакатом я настолько связан, потому что работая в газете «Слава Севастополя», мне приходилось на эту же тему выполнять в газету. Плакат, вы знаете, это синтез, синтез идеи. Идея должна была воплотиться быстрыми, какими-то художественными моментами, чтобы это было понятно народу сразу, когда ты смотришь на этот плакат, еще не читая подписи. Искусство каждой эпохи, каждого народа искал и находило своего героя. Советское искусство обратилось к образу защитника – солдата, отстаивающего народную власть. В образе солдата определились черты героя советского времени и героя дня сегодняшнего, история которого продолжается и по сей день. Выставка в художественном музее имени Михаила Павловича Крашицкого будет открыта для посетителей до 2 марта. Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севинформбюро.